Русский авангардизм Русский авангард в иллюстрациях явление удивительное, особенно когда речь идет о классических детских сказках Пушкина, а имя иллюстратора-авангардиста Натальи Гончарова. Речь идет не о супруге поэта, а о ее внучатой племяннице, известной художнице, чьи работы установили мировой рекорд на аукционах, став самыми дорогими работами женщин-художниц. За ее иллюстрациями коллекционеры со всего мира устраивают настоящую охоту. Смогли договориться с одним коллекционером из Массачусетса, у которого была другая, Гончарова. То есть, в принципе, Гончарова проиллюстрировала только две книги русских, вот такого плана и в такой технике. Это «Слово о полку Игореве» и «Сказку о царе Салтане». Редкая коллекция работ Натальи Гончаровой теперь выставлена в зале художественного музея-салона. Ее хозяйка – Ирина Стешко, коллекционер со стажем. Собирает как работы современных художников, так и раритетные полотна. Гончарова – один из ее любимых художников. Русская авангардистка покорила не только своей экспрессией, но и необычной техникой работ. Иллюстрации она выполнила в стиле пуш-ар с помощью трафаретов. Трафарет делался под каждую краску. И вот эта краска – это специальные пигменты. Они, с одной стороны, достаточно густые, они не похожи на акварель, а с другой стороны – очень активная краска, то есть очень активный цвет. Они очень яркие. И наносились они специальной кожаной подушечкой. То есть клался трафарет, вот, допустим, под зеленый цвет, да, или там, допустим, под бирюзовый цвет. Все остальное закрывалось и подушечкой прокатывалось под бирюзовый. Помимо работ Натальи Гончаровой, гости выставки увидели иллюстрации к сказке о золотом петушке. Автор – еще один русский авангардист Василий Масютин. В начале века он эмигрировал из страны, поэтому больше известен на Западе. Для многих в этот вечер именно обоих художников были открытием, как и их работы. Необычно, вот, в стиле авангардизма именно посмотреть на иллюстрации, как бы выглядели герои, если бы даже в то время эти иллюстрации были в наших книжках. Наверное, восприятие сказок было бы другое. Вспоминаешь вот именно эти произведения, вспоминаешь свое детство, как читали эти книги, как узнавали первую литературу. Причем кажется даже, что мои первые книжки были, похоже, иллюстрированы. Выставка русских авангардистов будет работать в художественном музее и салоне все лето, так что полюбоваться яркими иллюстрациями с рекордной стоимостью смогут все зареченцы. Алина Филипова, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин